МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Так, слышно? Хорошо. Окей. Я Кирилл, я программист, буду рассказывать про C++, буду его ругать. Это моя давняя мечта, выйти на сцену перед большим количеством разработчиков на C++ и поругать C++. Спасибо, Паше, за доклад про LLVM, потому что LLVM я тоже буду ругать. Вот. Значит, я из Core Team Viber, мы занимаемся, собственно, Core Development. Что это такое? У нас есть библиотека, которая скучная, там 800 тысяч строчек. Она делает все, ну, то есть все, что нам надо. Про нее рассказывать вообще неинтересно, потому что там стандартный C++ код. Там Boost, LLAMB, там всякие C++11, многопоточность, смартпойнтеры. Оно там все есть, и это стандартный C++, про который все обычно рассказывают друг другу то, зачем нужен C++. А есть еще немножко, немножко по объему, но не по важности, кода, который отвечает за обработку звука и видео, потому что Viber это в том числе и коммуникатор VoIP и видео, и поэтому все это приходится делать на мобильных устройствах, которые весьма ограничены по ресурсам. И вот есть этот код, он тоже написан отчасти на C++, отчасти на C, отчасти на Assembler. И про то, как мы это делаем, я буду рассказывать. На чем он работает? Вот платформы, которые меня в основном интересуют, то есть я не буду говорить про особенности разработки под десктоп, потому что там неинтересно, там большие мощные железки, и там не надо париться по поводу каких-то оптимизаций, оно все и так нормально вытягивается. Можно собрать в дебаге, и оно все все равно будет работать. Вот, а вот на этих устройствах там проблемы. Соответственно, текущие наши активные платформы в поддержке, аппаратные платформы, это ARMv6, v7 и v8, которые также называются ARM64, и x86, x86, 64, это на них есть андроидовские телефоны, андроидовские планшеты и Windows Phone планшеты. Это нам немножко доставило неудобств в начале появления таких девайсов, потому что писали себе под ARM, все были довольны, а тут Intel пропихивает производителям свои чипы, чтобы они делали на них андроид планшеты, Windows Phone планшеты, и под это тоже нужно было что-то делать. Потому что, несмотря на то, что это x86, это очень слабенький, дохленький такой x86, который должен потреблять мало батарейки, потому что он в телефоне. Вот, собственно, что такое, о каких возможностях аппаратных платформ я буду говорить. Есть возможности, которые, в принципе, тоже можно отнести к специфичным для аппаратной платформы, например, хардверные видеокодеки. Но про них ничего интересного особенно не расскажешь, вот в таком контексте, потому что это всего лишь какой-то системный API, который можно использовать. Никто там не пишет напрямую в какие-то регистры, чтобы достучаться до хардверного кодека, за исключением разработчиков драйверов под эти кодеки, но я этим не занимаюсь. Вот, что такое возможности аппаратной платформы? Есть несколько наборов инструкций, которые специфичные. Кто-нибудь вообще сталкивался с оптимизациями с помощью вот SIM-инструкции, когда у нас одна инструкция, но данных много? О, немножко, немножко есть. Но я тогда расскажу немножко о том, что это такое. В докладе про LVM упоминалось про магический тип вектор, который позволяет представить вектор чисел для удобной обработки. Вот картиночки, собственно, какая бывает обработка. Например, у нас есть два вектора по 4 инта или дабла, неважно, и мы хотим найти их сумму попарно вот так вот. И вот это вот все делает одна инструкция. И вот классический этот трехадресный код, когда у нас два источника, один destination, это картиночки из документации на ARM, а у них вот эти инструкции, они сделаны прямо по книжке с драконом, трехадресный код. Ну, естественно, у нас не как в LVM бесконечный набор регистров, у нас регистров, наоборот, очень мало, но суть такая же. Или вот есть с аккумуляцией инструкции, есть всякие инструкции, которые позволяют по-разному перемешивать значения регистров. Это примеры из неона. В принципе, но на x86, sse, он почти такой же, только там не трехадресные инструкции в основном, а двухадресные. Но это особенности x86, но в самых последних версиях sse, которые уже называются, по-моему, AVX, там тоже переходят к такому формату инструкции. Что еще интересного есть? Вот самый первый пункт, медиа DSP, это все то же самое, но без введения каких-то дополнительных регистров. В старых ARM добавили всякие хитрые инструкции, которые в основном для звука, и они работают в тех же регистрах, которых работают, ну, то есть обычных регистрах общего назначения, но какие-то специфические возможности, которые позволяют нам работать с ними как с векторами. Потом в свежих процессорах появились аппаратные, аппаратное шифрование и аппаратное вычисление контрольных сумм, то есть AES и SHA. Чтобы этим воспользоваться, можно либо взять какую-то библиотеку, которая это уже поддерживает, либо если нужно что-то специфическое делать, то написать, вот, доступиться к этим инструкциям напрямую. Есть специфические возможности по синхронизации, и вот весь этот модный, модные lock-free алгоритмы, там, Atomic, Interlocked, оно все на самом деле сводится к каким-то ARM-овским, ну, к каким-то аппаратным инструкциям, и можно к ним тоже доступиться напрямую, но можно, то есть не стоит этого делать, проще воспользоваться тем, что компилятор дает. И последний пункт разное. Входят какие-нибудь очень специфичные инструкции, которые могут понадобиться, например, посчитать количество выставленных бит, бывает инструкция на некоторых архитектурах, или посчитать сколько нулей в начале, до первого значащего бита. Вот, поскольку в языке C++ и C нету, как бы, таких возможностей, но это можно как-то использовать, потому что это, когда это одна инструкция, это быстро. Собственно, есть у нас такие штуки, как мы можем их использовать в своих программах. Вот основные способы. Это взять, написать что-то на ассемблере. Это самый классический способ. Ну, про все способы расскажу подробнее, просто пока немножко обзорно. Потом в языке C++ есть ключевое слово ASM, которое позволяет вставить прямо в код на SIG немножко ассемблера. Потом мы можем взять для части возможностей билтыны. То есть это какая-то штука, которая выглядит как функция, но на самом деле она нигде не объявлена. Это просто компилятор знает, что вместо этого вызова функции надо подставить, какой код сгенерировать. Потом, это как бы то же самое, только они представлены в виде хедер-файла, и там каким-то магическим образом тоже компилятор вдруг знает, какой код из этого сгенерировать. Ну, и плюс, если мы говорим об оптимизации, вот у LLVM, у GCC, у Visual Studio есть возможность автоматической векторизации. Я условно назвал это там, Vectorize это опция GCC LLVM. То есть вместо того, чтобы думать обо всем этом и писать код руками, мы включаем магическую опцию компилятора, и на самом деле она часто сейчас в последних версиях, она включена по умолчанию. У нас все хорошо. Подробно. Самый первый способ – реализация функции на ассемблере. У него есть огромный плюс, можно почувствовать себя крутым хакером, плюс есть второй пункт, это если этим заниматься долго, то невозможно тебя уволить, потому что… Все. Остальное – это минусы. На этом плюсы заканчиваются, потому что сейчас написать код на ассемблере, который будет работать лучше, чем код, сгенерированный компилятором, сложно. Особенно для ARM, особенно для ARM64 это очень сложно. У него 32 регистра, и держать в голове… Есть 32 регистра, и надо перебрасывать значения из одного регистра в другой оптимальным образом. Плюс есть еще 32 регистра векторных. Этот человек не делает так обычно. Он не может, ему сложно. Потом у каждого компилятора свой синтаксис ассемблера. Точнее, если мы говорим про сборку ассемблерных файлов, это не то, чтобы компилятор, это ассемблер, и он зависит не столько от компилятора, сколько от того, что в Linux называется binutils. Это, например, программа, которая называется S, она собирает из ассемблера объектники. Так вот, синтаксис разный. Синтаксис меняется. У GCC на Linux для Android и у GCC, который когда-то был под Mac, были немножко разные синтаксисы. У Visual Studio совершенно свой синтаксис, у компилятора от ARM свой синтаксис, который самый навороченный. И, соответственно, что можно делать? Можно писать в каком-то одном синтаксисе, а потом писать скрипты, которые перегоняют это под все нужные синтаксисы. Это так обычно и делалось. Все это наследие, которое осталось с ассемблерными файлами, обычно к нему прилагаются скрипты, чтобы это все конвертировать под нужные архитектуры. Причем переносимость между архитектурами нулевая еще в том смысле, что вот у нас был ARM v7, появился ARM v8, который 64-битный. Все эти файлы можно выкидывать, потому что все поменялось, они на уровне ассемблера несовместимы. Ну и вот проблемы с поддержкой кода в проекте, это негативно выраженный позитивный пункт про увольнение. Вот специально на черном фоне, чтобы выглядело круто. Это пару скриншотов из… Вот это скриншот ассемблерного файла, который у нас есть для ARM v6 с медиаинструкциями. Вот пример медиаинструкции. Регистр, ну, к R8 надо добавить R9, причем в R8 и R9 лежат не 32-битные числа, а 16-битные. И если возникнет переполнение, то надо сделать saturate. То есть переполнение обрабатывается не как обычно переполнение, а либо становится intmax, либо intmin, если это знаковое число. То же самое для вычитания. То есть если это написать в виде программы на C++, это будет сначала проверка, будет у нас переполнение или нет, если будет переполнение, то сделать intmax. А так это все одно инструкции, быстро работает, это действительно круто. А это пример куска перлового скрипта, который из этого генерирует там файлик, по-моему, для айфонов, то есть, ну, чтобы собрать под айфон. Ничего хорошего, в общем, в этом нет. Следующий способ, они как бы по уровню адекватности отсортированы, это использование ключевого слова ASM. Особенности ключевого слова ASM. Оно, стандарт говорит, что то, что оно делает и есть оно или нет, оно полностью зависит от реализации компилятора. То есть никакого стандарта на то, как должно выглядеть то, что вот здесь вот внутри пишется, нет. И всех компиляторов оно по-разному. У GCC и Clang оно более-менее одинаково, но тоже со своими нюансами. Вот, опять-таки, между компиляторами переносимости нет. Плюс, когда мы так делаем, мы немножко мешаем компилятору. Вот LLVM, который делает всякие умные оптимизации, а тут мы ему вставляем, говорим, а вот вставь вот эту вот ассемблерную инструкцию, плюс мы ему должны вот в этих штуках, называется CloverList, мы говорим, какие мы захватываем переменные, какие мы меняем. На самом деле вот для простого случая CloverList, он простой, а так мы должны сказать компилятору, что мы модифицируем память, мы модифицируем это переменное read-only, а это read-write, а это write-only. Потому что компилятору надо вот строить эту инструкцию, которая ему вот пришла вот как есть, в всю его прекрасную модель играф-оптимизации. И мы ему этим очень мешаем. Отлаживать, ну, уже попроще все-таки сишный код. Зачем такое хорошо, когда это можно использовать? Вот для таких однострочников, которые превращают какую-то конкретную клевую инструкцию в функцию. Поскольку она объявлена static-inline, мы ее пишем в header-файл, и у нас есть вот эта вот клевая возможность, которую нам предоставляет платформа, в виде обычной функции. И то есть наиболее оптимальный способ использования этого. Вот пример тоже всей жизни из проекта. Это не самый большой кусок вот такой вот, который у нас там есть. Есть библиотека LibU для конвертации колор-спейсов для видео. Там в середину этого еще вставляются макросы сишные, которые нагенеривают вот огромное полотнище вот этих вот асм-вставок и отдают компилятору. Но там люди, наверное, знают, что делают. Это очень нечитаемо. И когда, например, мы столкнулись с необходимостью вот такие штуки запускать для Windows Phone, то компилятор Visual Studio, у него совершенно другой синтаксис вот этих. На самом деле для ARM он вообще не поддерживает асм-вставки. Соответственно, что мы сделали? Для критичных кусков, которые у нас были вот только в таком виде написаны, мы сгенерили там под Android или под iOS, неважно, опции "-s", ассемблерный файл и отдали этот ассемблерный файл нашим Windows Phone программистам. Они написали на питоне скрипты, которые конвертируют синтаксис ассемблера вот этого в свой и вставили это как ассемблерный файл. То есть мы фактически из сишного исходника с такими вставками нагенерили чисто ассемблерный файл, надеясь на то, что там нет никаких нюансов с использованием регистров, потому что есть платформозависимые регистры в ARM, но там нюансов не было, и оно все заработало. То есть это было единственное решение. Вот. А вот это вот пример из, как ассемблерные вставочки вот такие выглядят в самом крутом компиляторе для ARM, который делает компания ARM. У них прямо в этих вставках можно использовать переменные, ну там вообще что угодно можно делать, и никаких вот этих странных строчек, никаких лобберлистов, потому что они делают компилятор для ARM, они знают, как работает ARM, и они сделали очень крутые ассемблерные вставки. Вот. И я предполагаю, что вот всякие действительно сложные вставки, которые есть в проектах, чуваки просто пишут их вот так вот, им компилятор все подсказывает, все оптимизирует, они генерируют ассемблер, потом его переводят вот в эти вот вставки непонятные, чтобы собирать GCC, потому что компилятор от ARM, он платный, ну то есть он, например, не собирает под iOS, под WinFone, он только под Android и под Linux на ARM. Я думаю, они так делают, потому что здравых объяснений, откуда взялись вот такие штуки, которые там под тысячу строчек, ну у меня нет. Билтыны. То есть это способ такой, что можно открыть документацию на GCC built-in и посмотреть, что там есть. Там на самом деле не так много, и это кроссплатформенные, они в основном кроссплатформенные и позволяют доступиться к каким-то специфическим возможностям. Например, вот CLZ, CTZ, это count leading zeros, count railing zeros, то есть количество нулей в битах до первого значения, с начала или с конца. Вот на ARM есть CLZ, на x86 есть CTZ, ну именно аппаратная инструкция. Чтобы не париться, мы в C-шном коде используем два подчеркивания built-in CLZ, и компилятор в зависимости от архитектуры, он может либо вставить одну ассамблерную инструкцию, либо вставить много какого-то кода, у него как бы есть заготовочка на этот случай. Что там еще? Есть popcount, это подсчет бит, bswap, big engine в little engine, быстрый способ, prefetch, это когда мы догадываемся, догадываемся, что наш следующий код будет использовать какие-то области памяти, и мы хотим заранее их положить в кэш, мы можем вставить prefetch, отдать туда адрес, и компилятор, если платформа поддерживает, вставит туда инструкцию, которая заранее подгрузит. Expect для исключения, interlocked, это вот все эти lock-free алгоритмы, которые основаны на атомарной проверке и выставлении чего-то. То есть каких-то сильно навороченных инструкций там нет, потому что они все платформозависимые. Вот, самое главное. То, что мы используем, то есть глобальный тренд, судя по репозиториям видеокодеков и там аудиокодеков всяких, все переходят на эту штуку. Это выглядит как заголовочный файл, в котором написаны какие-то странные декларации, и на самом деле компилятор знает, что с ними потом делать. Код пишется при этом на обычном C++, без всяких вставок. Все крутые возможности платформы доступны. Единственный минус, то что одна функция соответствует одной ассамблерной инструкции. Покажу примеры, как это выглядит. Причем компилятор знает, как компилятор занимается размещением регистров, а не программист, поэтому компилятор лучше может выделять из 32 регистров правильные. Потом есть такой нюанс, что для Arma вот набор этих всех расширений, которые все симпт-инструкции Arma пробрасывают в пространство C, они стандартизированы, есть документик, который обязывает разработчик компиляторов ему следовать. Для x86 Intel как бы, ну там как обычно, разброты и шатания. У Microsoft что-то свое, у Intel что-то свое, но Intel, поскольку ему надо как-то захватывать рынок андроидов, они написали header-файл, который транслирует из ARM вставок в Intel на SSE. Фактически теперь есть дефолтный способ писать симпт-код на C без заморочек, вот это ARMовый, а под Intel, используя там вот эти вот header-файлы от Intel, оно само сгенерирует правильный код. Но это круто, потому что мы теперь занимаемся оптимизацией только фактически под одну платформу, а дальше у нас все работает автоматом, потому что несмотря на то, что в ARMv7 и в ARMv64 синтаксис ассемблера разный, синтаксис вот этого всего не поменялся, и никаких целодвижений для того, чтобы собрать весь наш код под ARMv64 вот такой не нужно было, а со всем остальным нужно было. Как это выглядит? Вот какая-то функция из видеокодека, она очень простая, что она делает? Она вычитывает вот этот вот тип, int16, это 16-битный int, x8, x2, это значит два вектора по 8 16-битных intов, вот мы их вычитываем из памяти в две переменные, вот мы их перемножаем с, то есть перемножаем просто и записываем обратно. Тут это подсвечено сереньким, потому что это на самом деле макрос, вот это вот функция, ну это особенности конкретного хедер-файла, это из кланга, gcc там больше сделано как функции, а не как макросы, поэтому он больше типов проверяется, это нюансы реализации, потому что код генерируется примерно одинаково, то есть компилятор думает, какие регистры выделить, как переупорядочить эти инструкции, так, вот примерчик побольше, это умножение в поле галуа, фактически каждая вот эта вот строчечка, она превратится в одну ассемблерную инструкцию, реинтерпрет это каст, потому что там надо все кастить, все типы проверяются, то есть да, есть проверка типов, компилятор может все это переупорядочить, исходя из флоу, то есть все замечательно, надо просто привыкнуть писать такой код и помнить про то, что каждый вызов вот этой вот функции это просто одна ассемблерная инструкция, соответственно, ну можно использовать циклы без проблем, можно там выделять функции, помечать их как static inline, они будут встраиваться, все это будет разворачиваться, то есть по сравнению с написанием ассемблера это просто счастье. Дальше, f-victorize, то есть компилятор все делает сам, мы просто говорим, вот тебе код носи, а ты найди, что-то можно викторизовать и викторизуй. Большая проблема в том, что фактически это не работает. Насколько не работает? Ну, обычно, если я там пишу какую-то оптимизацию, у меня место, ну там, умножение, интов, потом еще что-нибудь, еще что-нибудь, оно обычно довольно сложное, функции, какие-нибудь там свертки на изображениях. Стандартный регистр в неоне это 64 бита, то есть если у меня картинка, в ней, ну если картинка, то в ней получается 8 бит на канал. Вот, 64 бита, это значит, что я за раз могу, например, обработать два четырехканальных пикселя, ну, четырехканальные пиксели я не обрабатываю, не обрабатываю, потому что у меня видео, видео, оно, ну, когда мы снимаем камерой, у нас нет альфа-канала, естественно, и вообще там свой формат, который называется UIV, там, или NV12, но суть в том, что фактически за одну инструкцию я могу обработать четыре пикселя сразу. Вот, то есть фактически, когда я это переписываю на такие инструкции, у меня код в общем случае работает четыре раза быстрее. Ну, там, конечно, куча всяких нюансов, но на четырехкратный прирост производительности по некоторым алгоритмам вот можно рассчитывать без проблем. На некоторое больше, на некоторое меньше. Примерно для тех же случаев, когда я пробовал это собрать вот с Vectorize, прирост получался 20%. Вот, почему так, я не знаю. Они, каждый релиз Clang'а и LLVM'а, они говорят, что они улучшили векторизацию. Возможно, когда-нибудь оно действительно случится, или нужен просто очень простой код, который они могут векторизовать. но по факту оно себя пока еще не оправдывает. Вот, поругал LVM. Ну, то есть не то, что поругал, это сложная штука, но презентация у них красивая, как там они находят какие-то общие части, выделяют все. Процесс оптимизации с точки зрения не компилятора, а с точки зрения программиста. Как мы, собственно, этим всем занимаемся? Вот у нас есть какая-то референсная реализация алгоритма. она нужна в любом случае, никогда не начинаем писать что-то сразу в оптимизированном виде, потому что, во-первых, референсную реализацию проще написать правильно, и потом каждый шаг оптимизации мы сравниваем результат, который получается с референсной реализацией, то есть пишем юнит-тесты, которые на этом основываются, и это очень удобно просто понять, что ты что-то сделал не так, потому что что-то не так сделать с такими инструкциями очень просто. Дальше вот этот значок инструментов из X-кода, все это постоянно прогоняется, это профайлер, который очень хорошо показывает практически на уровне ассемблерных инструкций горячие места в коде. То есть, естественно, перед тем, как оптимизировать, нужно найти горячие места, чтобы не тратить время. Тут правило 80 на 20, то есть 20% кода они дают 80% прироста производительности, не просто производительности, а 80% тормозов, оно даже, наверное, как 10 на 90 работает, даже так. Потом все это переписывается в клэнге, ну, потому что клэнг это компилятор под iOS, а в iOS самое клевое профайл на горе тулзы. Соответственно, оно все переписывается под iOS, там тестится, а затем нужно все это скомпилить GCC, а GCC, он более строгий, он лучше проверяет все касты, там какие-то пограничные ситуации, соответственно, я напишу, потом андроидчики мне приходят и говорят, ты нам поломал билды, потому что оно не собирается к GCC. Я исправляю все типы, и дальше мы это тестим на андроиде, а дальше следующий шаг, это мы, используя вот эти вот хедер-файлы от интела, собираем это под андроид x86, ну и дальше процесс повторяется, если там нужно что-то оптимизировать, а в конце нас догоняет Windows Phone, потому что они по жизни нас догоняют, но для них уже все готово, они это могут использовать, никакой проблемы нету, потому что если оно собралось в кланге и в GCC, то у них вообще никаких вопросов. Про андроид x86 можно рассказать много смешных историй, например, на одном интеловском планшете или устройстве каком-то мы вот собрали им библиотеку, родную, все там должно все быстро работать, потому что процессор так медленный, а со всеми этими оптимизациями оно все вроде быстро работает, проблем не работает. А там как работает? Поскольку софта уже под андроид очень много, а никто под x86 особо не выпускает эти бинарники, ну то есть если речь идет о Java, вопросов нет, а вот если о C-шном коде, там есть эмулятор, который эмулирует ARM и на нем запускает вот эти бинарники, соответственно это очень медленно. Поэтому надо все пересобирать, если у нас, то есть мы оптимизируем, пишем клевый код, который быстро работает на ARM, а потом оно попадает в эмулятор и работает крайне медленно. Это никого не устраивает. А мы запускаем, и оно все равно медленно работает. Непонятно. А потом выяснилось, что у них есть какая-то евристика, которая проверяет, то есть там есть каталожик x86 ARM. Предполагается, что если есть каталожик x86, мы туда положили все нужные бинари, и он их берет, и они быстро работают. А мы смотрим, он постоянно берет все равно из ARM и запускает из ARM. Начали разбираться, там в Intel писать, а выяснилось, что там у них есть какая-то евристика, которая смотрит количество библиотек в этих каталогах, и если оказывается, что в каталоге ARM со-файлов больше, чем в каталоге x86, он берет в ARM, потому что, наверное, в x86 не доложили, мало ли что. но когда мы уравняли количество со-файлов в каталогах, он стал брать правильные. Вот истории оптимизации под Android на x86. Дальше. Это, типа, как мы что делаем, а теперь какие, собственно, вернемся к C++. Что у нас есть? Клевые штуки, которые почти все нестандартные, но удобно использовать. Так, массивы переменной длины. Эта фишка была добавлена в C99, то есть давно. До этого она очень долго была в GCC как extension, используется в ядре. В C++ ее со скрипом добавили в 14-й. В 11-й ее так и не решились добавить, долго спорили. В чем суть? Вот, когда я начинал программировать, я не понимал, почему я не могу написать так. А на самом деле могу. Просто, когда я начинал программировать, у меня не было компилятора C99. То есть, я объявляю массив, а длину его она как бы в рантайме. Вот. Это очень полезная фишка, потому что такие массивы они, ну, удобно. Не надо выделять в куче через молок, это медленно. А так они выделяются на стеке, причем компилятор очень хорошо понимает, когда его выделить, когда освободить, по сравнению с а-лог-а, который опять-таки упоминался. В общем случае, а-лог-а опять-таки нестандартный, и он не гарантирует освобождение вот этого куска стека до выхода из функции. Соответственно, если мы в цикле начнем вызывать а-лог-а, мы можем просто получить стек, ну, стек-эверфлоу. Не стек-эверфлоу, а переполнение, место на стеке закончится. А если мы будем в цикле создавать такие массивы, то компилятор правильно отследит область видимости. Хотя, LLVM-а-лог-а правильно оптимизирует, но мало ли. Вот. Крутая фишка, причем хитрый нюанс, size-off для таких массивов работает и работает в рантайме. То есть, size-off в C, не в C++, именно в C, он теперь не всегда отрабатывает в compile-тайме. Это надо помнить, можно напороться на кинграбли. В C++ они не решились менять семантику с айзофа, и поэтому size-off для таких штук он невалидный. Вот. Соответственно, есть еще, опять-таки, в C прикольный синтаксис появился, поскольку массивы и переменные длины могут быть параметрами функции, а мы хотим сначала массив, а потом его длину. Но вот эта вот длина, она параметром после. И чтобы компилятор все это понимал, теперь в декларации функции есть предварительное объявление параметров. Но это C, в C++ такого нет. В общем, это очень полезная штука еще и с той точки зрения, что мы можем создавать массивы переменной длины векторов, вот этих векторных типов. И компилятор все очень правильно сделает с ними. То есть он их будет создавать в регистрах, если, естественно, влазит. Если мы вызовем ALOG-A, кастанем его к типу указатель на вот эти векторные типы, то он выделит на стеки и будет постоянно в стек записываться. Ну, то есть вот этой магической оптимизации не произойдет. Поэтому, когда нужно как-то для временного массива сделать, для векторных типов, приходится писать на сене на C++, потому что на C++ оно так не работает. И 14-е плюсы мы еще тоже не используем. Потом, ключевое слово restrict. Опять-таки, это часть C99. в C++ его в стандарте нет, но все компиляторы его реализуют. Два подчеркивания restrict. Это с одной стороны очень важная штука для оптимизации, с другой стороны опасная. Это гарантия от программиста к компилятору, что указатель, который объявлен с restrict, он указывает, он единственный указывает на этот кусок памяти. Все, и это развязывает руки оптимизатору. Если мы, как программист, нарушаем свое обещание, это undefined behavior, причем самый жесткий, там его вылавливать очень сложно. Но profit очень большой. Вот пример. Вот простая функция. Два массива каких-то и указатель на значение. Мы сначала прибавляем, разыминовываем первый указатель, прибавляем туда значение, разыминовываем второй указатель, прибавляем туда это же значение. Вот для этой функции вычетка из памяти вал будет два раза. Компилятор никак не может это оптимизировать. Почему? Потому что вдруг у нас вал и ptr-a указывают на один и тот же кусок памяти. Все. Соответственно, его надо по-любому вычитывать два раза. Никаких гарантий нет. Все. Вот то же самое с restrict'ом. Все. Компилятор понимает, что все эти три указателя указывают на разные области памяти, вычитывают вал один раз и прибавляют к обоим. Соответственно, что будет, если мы нарушим свое обещание программиста и у нас вал и ptr-a будет указывать на одну и ту же область памяти. В зависимости от того, как там сгенерируется собственно код, произойдет что-нибудь непонятное. Вот она defined behavior. Это очень стремная штука в плане нарушения, но вот в таком простом примере она помогает, а в более сложных это вообще обязательно. В стандартной библиотеке вот хороший пример, то есть MAMCPY она объявляет свои параметры как restrict, потому что в документации на MAMCPY написано, что поведение куски памяти не должны пересекаться. Если у нас копирование с пересекающихся областях памяти, надо использовать MAMMove по-любому. Про это был очень большой тред в рассылке про ядро Linux. Где-то в коде флешплеера, несчастного флешплеера, которого все ненавидят, не к месту использовали MAMCPY для пересекающихся областей памяти. Соответственно, когда сделали какую-то оптимизацию, начало происходить странное, и там Linux Torvalds разносил сначала разработчиков флешплеера, а потом это пофиксил каким-то хаком, потому что по правилам нельзя ломать юзерспейс-программы фиксами в кернелспейсе. Но на самом деле это разработчики флешплеера, как обычно, виноваты. Вот. В C++ тоже есть, тоже работает, причем можно ее применять даже к функции, то есть к методу. Мы можем пометить метод как рестрикт, и это будет значить, что ZYS он уникален. Все, что все эти хаки, когда мы помечаем метод рестриктом или volatile, это относится на самом деле к ZYS. Дальше. Volatile. Volatile любимый вопрос на всяких лоу-левельных собеседованиях. На самом деле volatile в жизни он вообще не нужен, если мы не пишем драйвера. Вот в таком программировании, где мы пишем низкоуровневый оптимизированный код, volatile вообще не к месту, если это только опять не лог-фри алгоритмы, там понятно. Он в C++ и в C дает очень мало гарантий для того, чтобы быть хоть как-то полезен для каких-то оптимизаций. То есть он единственное, что говорит, что надо постоянно вычитывать по этому адресу, никак не оптимизировать обращение. То есть не используется. Unroll loop это очень важная штука, потому что особенно если нам известен известно количество итераций по циклу, то компилятор может все это развернуть, а потом обнаружить кучу крутых мест для оптимизации вот в этом развернутом коде. Вообще зачем разворачивались лупы? Когда-то давно, когда бренч, инструкция на процессорах была медленной, но она всегда медленная, потому что она ломает предсказания переходов, ну может ломать, то есть ломает срыв конвейера, все, что уже задекодилось, надо выбрасывать. Классический штука называется DAV DEVICE использует особенности синтексиса языка C для того, чтобы развернуть цикл на 8 итераций, причем в чем проблема разворачивания циклов. у нас есть какая-то длина массива, которую нам нужно обработать и соответственно мы выбираем насколько мы хотим его развернуть, например, на 8. Если у нас длина массива не кратно 8, нам надо как-то хвост обработать. Вот эта штука, она делает это в одном цикле за счет того, что у нас можно ду засунуть прямо в кейс, он обрабатывает сначала по 8, а потом берет остаток отделения и прыгает на нужную ветку и обрабатывает поскольку тут нет брейков, он проходит до конца. Это мозговыносящая штука, но при использовании всех этих векторных инструкций эта задача всегда остро стоит, потому что нам в любом случае самая базовая штука, которую мы делаем при использовании векторных инструкций это разворачиваем цикл на длину векторной инструкции и плюс нам надо еще обработать хвост потом. Такая для анрола лупов в C++ вообще принято использовать шаблоны как для всего. Можно написать какие-то сложные шаблоны и потом вот N передать и он развернет луп, то есть он нагенерирует с помощью магии шаблонов какого-то кода, который будет эквивалентен анролу лупа. А можно написать прагма анрол и все, и будет то же самое и не надо писать шаблоны. Прагма анрол опять-таки это какая-то очень специфичная для компилятора штука, но для всех компиляторов она работает одинаково. Причем там уже у компиляторов нюансы есть, иногда можно указать, то есть в любом можно указать, насколько итерации разворачивать. Вот. Дальше. Шаблоны. А зачем вообще могут понадобиться шаблоны в таком низкоуровнем программировании? Вот примерчик у меня конвертации color space у меня приходит картинка с камеры, которая я знаю у нее конечный набор ширины, потому что камера на устройстве она дает какое-то ограниченное множество размеров картинки. Соответственно я пишу какую-то хитрую функцию, которая конвертирует все строчки и за счет особенностей там компилятор все клево разворачивает, если знает какой ширины картинка. Можно написать вот так вот, то есть использовать шаблонный параметр и я могу быть уверен, что компилятор точно все это развернет для такой ширины картинки. Естественно, поскольку по программе у меня ширина ходит в виде инта какого-то, мне надо превратить его в константу уровня компиляции. Это делается свечом. На самом деле там очень длинный свеч на все возможные ширины картинки. Вот отличный пример использования шаблонов, но а я тут переписывал неправильно вот неправильный размер написал. То есть они должны совпадать с кейсом. В принципе то же самое будет, если я напишу это просто параметром. Поскольку там везде инлайн, оно все заинлайнится, получится то же самое, но тут гарантии меньше. Тут оптимизатор может решить, что когда я инлайню, очень много кода получается и не сделать это и получится не так круто. В таких случаях лучше использовать шаблоны, но шаблоны не с типом, а шаблоны с интом. Это все компиляцию замедляет, но поскольку тут шаблон простой, с одним параметром, оно нормально. По сравнению с разворачиванием таким циклов, это вообще детский лепет. Дальше. Констэкспор. Когда наконец-то в более-менее всех компиляторах стал поддерживаться 11 стандарт, за исключением Visual Studio, но уже скоро выйдет 15-е, в которой констэкспорт тоже будет. Я думаю, круто, наконец-то у меня есть возможность все это делать на этапе, то есть если я что-то хочу делать на этапе компиляции, я могу делать на этапе компиляции, для этого есть констэкспорт. Я не должен писать эти страшные шаблоны, я пишу код на плюсах, а он выполняется компилятором. Почти, да. В 11-х плюсах констэкспорт он очень ограничен. Нельзя создать переменную, нельзя использовать for, нельзя использовать if, можно вызывать только другие функции, использовать тернарный оператор. То есть берем и пишем как, например, на хаскеле, то есть у нас нет цикла, зато у нас есть рекурсия, потому что рекурсия можно. Она ограничена по глубине, но можно. Для того, чтобы сделать какие-то переменные, нам нужно сделать новую функцию с параметрами, и вот параметры у нас типа переменные. Все if заменяются на тернарные операторы. Так и пишем. Есть нюансы, опять-таки, что если вдруг компилятор не может вычислить констэкспорт на этапе компиляции, он сгенерирует функцию, которая будет вычисляться в рантайме молча. То есть это не ошибка компиляции. Всегда есть такое сомнение. Почему оно есть? Потому что нельзя сказать про параметры функции констэкспорт. То есть он может вычислить функцию на этапе компиляции, если параметры этой функции известны на этапе компиляции. Если бы можно было сказать про параметры, и параметры тоже должны быть констэкспорт, это было бы для него сильный запрос на то, чтобы это было возможно только на этапе компиляции. В 14-х плюсах констэкспорт сделали гораздо мощнее, то есть там теперь можно писать for, там теперь можно писать if, там можно объявлять переменные. Я попробовал ну вот это опять-таки любимые мои поля Галуа. Тут просто считается, заполняется три массива длиной 255, там как-то сложно, ну не очень сложно, но просто что-то вычисляется. И все это отрабатывает как констэкспорт. Все нормально, если включить в клэнге поддержку 14-го стандарта. Все это зашибись считается. Естественно, оно не будет считаться в Visual Studio еще очень долго. всегда есть какие-то сомнения, ну то есть всегда приходится переопределять, перепроверять сгенерированный ассемблер, все ли оно там на самом деле развернуло, или оно мне начнет в рантайме на каждой итерации, когда это не нужно вычислять. Вот. Я посмотрел на это, подумал, сходил к WinFone, в итоге написал такой код, что тут написан большой комментарий, в котором написана программа на питоне, которая эквивалентна этой программе, которая генерирует вот эту вот штуку. Если кому-то понадобится что-то поменять, он может поменять эту программу на питоне, запустить ее интерпретатором и ставить новый кусок. Тут все гарантии. Все в компайлтайме, все хорошо, все быстро. Ну и в принципе все довольны. Все. Вопросы? Спасибо, Кирилл, за прекрасный доклад. Сейчас мы готовы выслушать ваши вопросы. Вопросы? Можно дадим 30 секунд отдохнуть в мозговыносящих примерах ассемблера? Ни одного вопроса не будет, Кирилл. Это вот видите зайчик, который нервничает от того, что ему не зададут вопрос. Ну, кролик. Вот я вижу в заднем ряду есть смельчак. Спасаем зайчика. По поводу векторайз. Может быть там был такой нюанс, как в куде. Возможно нужно выполнить довольно длинный список условий, чтобы все сработало хорошо и все распараллелилось. Наверняка, но этот список условий нигде не описан. То есть если бы у меня был список условий, которые я должен выполнить для векторизации, я бы постарался их выполнить. Нет, там есть опция, которая типа для отладки сдампить внутреннюю какую-то информацию компилятора по векторайзу. Проблема с тем, что оно не работает в клэнге, который идет для iOS. Ну, то есть они все это выпилили. То есть это надо запускать, например, на Linux-и клэнг, смотреть, на что он жалуется. Ну, и оно же не формализовано, в том числе и потому, что оно активно развивается. Вот. Я не думаю, что изначально идея в векторайзе в том, чтобы ты об этом не думал. А если тебе думать нужно о каком-то списке условий, то это неправильно. И на самом деле я пробовал на довольно простых примерах, которые вот смотрю, и мне сразу понятно, как тут векторизировать. Компилятору непонятно почему-то. Ясно. Спасибо. Насчет гарантии constexpr. Можно ли это гарантировать, добавив немного шаблонов? Допустим, вот у нас есть выражение constexpr, и мы как-нибудь присваиваем это шаблону, чтобы получать ошибку компиляции, если у нас это не статически вычисляется. Ну, на самом деле constexpr, он не нужен, потому что у нас есть шаблоны. Мы можем все то же самое сделать на шаблонах. Да, но на шаблонах это, как вы говорили, мозговыносящее, что на constexpr все понятно, но только не гарантировать, и можно использовать шаблоны просто для обеспечения гарантии. Можно. То есть с шаблонами это прокатит. Опять-таки, поскольку constexpr довольно сложный, он может объекты генерировать, ну, опять-таки, с ограничениями, там не может быть виртуальных методов, ограниченный набор конструкторов, деструкторов. Если вдруг приспичит constexpr использовать для чего-то сложного, нужно будет что-то и с шаблонами думать, вот. Ну, не знаю. Концепция хорошая, но, как обычно, сделаны наполовину в C++, как все концепции C++, наверное. Еще вопрос? Еще. Добрый день. Спасибо за доклад. Было очень интересно. Подскажите, пожалуйста, каким образом вы отыскиваете эти критические области кода, сколько времени обычно на это уходит, чтобы определить, что именно надо оптимизировать? Это вообще очень просто. Запускается, ну, надо написать какой-то там тест, который будет на каких-то данных делать то, что мы обычно делаем в продакшене. Вот. Этот тест запускается под профайлером. Обычно я инструменты использую. Под андроидом тоже можно, но не так удобно. Все, дальше жмем кнопочку отсортировать по времени выполнения, там, инвертировать колл-граф, и он показывает функции прямо вот в порядке, сколько они процентов времени выполнения занимают, и все. А дальше, если тыкнуть на функцию, открывается ее исходник, он на исходнике рисует процентики, а если опять тыкнуть, то он показывает уже ассемблер, и там на ассемблере рисуются процентики. Это самая простая часть. Еще такой вопрос. Вы не рассматривали никогда такую возможность? Вот вы говорили про то, что там LVM плохо, потому что они там накосили новые вектора, если он не работает. А дело в том, что можно же, например, тот же C-Lang брать и бэкэнд подкашивать. То есть под тот же ARM 64 вы можете сделать, чтобы генерировалась ассемблерная инструкция более оптимальная, более, скажем так, хитрая, просто вставив туда как бы ивчик дополнительный, потом это законтрибьютизь и улучшить проект. Ну, когда я нахожу какие-то явные ошибки в клэнге, я это сразу репорчу. Поскольку я использую клэнг от Эппла, я репорчу в Эппл, ну, а они быстрее фиксят, потому что там сидят разработчики на зарплате, которые это фиксят. Исходного кода у меня нет, я сам не могу фиксить, но мне как бы не до этого. Чаще приходится подумать, как я буду жить до следующего релиза клэнга. Ну, там, с оптимизациями, там, со встроенным осмом много было. Вот. Тут надо по-другому вопрос вставить. В принципе, если брать какую-то конкретную задачу, например, вот, видеокодинг, там весьма ограниченный набор алгоритмов, и там можно написать какой-нибудь специализированный DSL-чик на клэнге, и их уже несколько есть, которые понимают, ну, которым удобно обрабатывать, например, картинки. И писать код не на плюсах или оси, а вот на этом DSL-чике, используя LLVM как бэкэнд, чтобы оно все генерировало. Таких проектов есть несколько, но у меня задача стоит, там, я оптимизирую видео, звук, там, какие-то алгоритмы коррекции ошибок, и нет ресурсов писать DSL-чик под каждую ситуацию, и потом все это возиться с LLVM, с клэнгом. Теоретически LLVM хорош тем, что он плагины поддерживает, и в принципе они вот это выкатывают даже в дефолтную поставку, и возможно будут какие-то плагины для этих DSL-ей, вот тогда будет хорошо, это самый оптимальный способ. Есть проект, который, там, на плюсах, плюс есть несколько либо вставок, либо, вот типа как ASM-ставки, а внутри вставляем DSL, LLVM его обрабатывает, генерирует какой-то супероптимальный код, потому что ограниченные задачи, там ограниченные размерности у типов, все такое, то есть это можно делать, но пока чего-то хорошего и готового нету, но в эту сторону все идет. А какого рода оптимизациями вы чаще занимаетесь? Оптимизацией для скорости работы либо оптимизацией для того, чтобы, допустим, меньше ресурсов тратить батареи, например? Ну, то есть возможно, там у вас есть код, который работает достаточно быстро, но почему-то потребляет много батареи. Такое случается или нет? Нет, ну по сути это одно и то же. Вот у нас что-то выполняется на процессоре, если оно выполняется, значит мы ждем батарею. Если оно выполняется недолго, значит мы съели мало батареи. Если оно выполняется долго, мы съели много батареи. Каких-то разницы от, ну я предполагаю, что там умножение двух векторов, оно съест больше батареи, чем умножение двух обычных регистров. Но о таком лучше не думать. Ну, допустим, там вот я как-то встречал такое упоминание, что там кто-то разрабатывал плеер, они там использовали для синхронизации conditional variable стандартный, и у них из-за этого съедалась батарейка очень быстро. Это как бы совсем другой уровень архитектуры. Вот есть у нас видеокодек, он кодирует, и чем быстрее он кодирует, тем меньше жрется батарейки. А то, что у нас там надо анимацию на кнопочки делать и там еще что-нибудь, она уже жрет батарейки гораздо больше в итоге. По батарейке основное будет не вот эти вот нюансы, а все остальное. То есть там UI, архитектура вот самого приложения, если оно большое, там взаимодействие потоков между ними, чтобы они спали когда надо и просыпались там когда надо. Вот это все касается больше архитектуры приложения в целом. И это вот, я когда первый слайд, что вот у нас есть 800 тысяч строчек кода, они в основном про вот это, про большую такую архитектуру. А вот эти тоненькие оптимизации, они не про батарею. Еще вопросы? А вот из заднего ряда. Спасибо. Вы не могли бы из своего опыта низкого уровня оптимизации привести вот такого рода пример? Вот был у вас некий алгоритм, написанный на C, на C++, вы его оптимизировали с помощью вот этих низкого уровня средств, и какой выигрыш производительности вы получили? И примерный характер такого алгоритма. Спасибо. Ну, для звука вот аудиокодеки, которые есть, в принципе, там, наверное, раза в 3-4 в сумме. Вот там 20-миллисекундный фрейм сжимался там за 2-миллисекунды, стал за пол-миллисекунды. Для видео, для видео, на самом деле, уже было много написано в AppStream, и там получилось, что то, что я оптимизировал, это были дополнительные, там, например, деблокинг. То есть у нас есть оптимизированный деблокинг, поэтому у нас картинка выглядит чуть лучше, там, меньше артефактов таких квадратных, чем в AppStream, потому что в AppStream нету оптимизации вот этой парам, ее никто не включает, но что очень медленно. То есть, по сути, если вот у нас векторные инструкции для вектор длиной 4, и все правильно продумать, то получится у нас в 4 раза быстрее выполняется, потому что векторные инструкции, они по времени выполнения сопоставимы с обычными. Но, то есть 4, это обычно в 4 раза, это максимум, если все очень хорошо ускоряется, можно ускорить 4 раза. Тут еще сильно зависит от изначального алгоритма. Можно заоптимизировать очень плохой алгоритм, и это будет ничего хорошего. Можно переосмыслить алгоритм, и потом даже его не оптимизировать, потому что и так будет быстро. Спасибо. Давайте похлопаем еще раз Кириллу. Спасибо.